В Москве при поддержке телеканала РУ-ТВ отгремело шоу Ани Лорак Дива. Каролина потратила баснословные деньги и силы, чтобы сделать шоу мирового уровня. Дорого. Думаю, гораздо больше, чем квартира. И не одна. В давке из гостей поклонников посмотреть концерт пробирается Дима Билан, Татьяна Навка, Дмитрием Песковым, Любовь Успенская, Николай Басков с Лопырёвой и тот, кто 10 лет назад обещал Лорак долго сиять в числе топов отечественного шоу-бизнеса. Она ещё настоящий друг. Это единственный человек в шоу-бизнесе, который меня не предал из этого поколения. На глазах у 15 тысяч зрителей Лорак спускается на сцену на «Железной птице». Главные хиты в неожиданных обработках, частая смена костюмов, живой звук, номер, посвящённый родине певицы, о котором потом много будет говорить Киркоров и несмолкаемые овации спустя 2,5 часа шоу. Невероятный труд, столько вложенных сил души, денег в конце концов. Несмотря на то, что перформанс уже отгремел в Минске и Питере, в Москве всё как в первый раз. Каролина даже не находит сил спеть на бис, а после концерта ещё около часа в гримерке приходит в себя. Мы смотрели шоу Бейонса и Мадонны, и Рианы, и Тимберлейка. Это самое сложное шоу в моей жизни. На сегодняшний момент, ну вот это на острие, можно сказать, всех разработок топ оф де топ. Потому на автопате было уже совсем спокойно. Только дружеские тосты и фоновая музыка. Гости всё те же. Киркоров, который, кажется, за это шоу волновался больше, чем за своё. Любимый супруг, заехавший ненадолго Эмин и певец Алексеев, набирающийся опыта перед Евровидением. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!